ну вот good morning good morning для всех естественно для меня вот так вот буквально с питера я довольно резко перебрался в сочи а чай резко перебрался а потому что в питере было что-то уж сильно холодно и дождливо сочи говорят тоже был дождь но тем не менее совсем не холодно ура если честно мне это все напоминает калифорнию ну а это как вы понимаете мотельчик мотельчик я даже не знаю как правильно сказать очень там где я поселился но сейчас поделюсь с вами так скажем своим интимным целили меня или вселился я вот в этот номер вы знаете довольно неплохой идет тут один мне даже выдали белые тапочки правосы не подошвой что в общем-то нормально в принципе вы знаете прохладненько вид правда на помойку но шучу конечно ведь нормальный на какие-то горы восход все такое вот вот так вот я здесь усилился извините за бардак вот здесь даже есть туалет с ванной комнатой вот как бы относительно хотя конечно честно говоря сам именно душ меня очень сильно удивил потому что потому что что потому что в нем всяких наворотов якобы нафигачена ничего не работает но тем не менее удивило меня также еще кровать она оказывается если вы посмотрите составлена из двух вот и казалось бы и пофигу но суть не в этом а в чем суть а суть в том что знаете как обычно человек заходит но по крайней мере не нормальный чест тип меня и соответственно замучившись где-нибудь после перелетов пытается как говорится рухнуть на эту кровать желательно на серединку желательно прямо с ходу как вы думаете что произошло когда рухнул по сильно серединку этой кровати правильно вы думаете я сразу в общем то оказался в позе буквы зю потому что коленками я повис между матрасами но мордой как-то получается практически увидел пол правда через простыню что тоже было здорово вот но это нормально как говорится чего вкус родины вот такой видок у меня непонятный тут на какой-то жилищный фонд если это можно назвать там соответственно вот если честно меня обещают переселить с видом на море дороже ну типа стоит этого того посмотрим сегодня якобы там люди выезжают может даже что-то и получится но если кто-то вот освободит номер когда я въезжал его в тупо не было что еще тут можно показать а да очень меня удивил конечно телевизор ну чтобы вы понимали дима телефон хоть какой-нибудь телефон дайте мне то в них тут несколько чтобы вы понимали он принципе ну вот оба извиняюсь от по размерам я не знаю раза наверно 4 больше телефона или 5 мало того включая его я в общем-то не нашел не американские и русские никакие каналы ну ладно будем выяснять по ходу опять таки не только пожалуйста никто не думайте что я жалуюсь мне честно говоря все нравится даже очень вообще вообще вот так вот мой харли дэвидсон хрэдраг харли дэвидсон лас-вегас вот такая штука вот он я сам всем привет привет такая штука так но все две ними покажу чего вам снаружи еще такой небольшой прикол в этой гостинице ну как прикол лично для меня я по крайней мере когда меня велик номеру прикололся учет они мне не очень-то поняли это мало хитовая лестница вот так я обозвал на что мне сказали и гемки и не выпендривайтесь было тоже здорово здесь есть еще такая веранда вот по которой мы этой мало хитовой лестнице идем 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 и оказываемся хабаньки оказываемся наверху здесь естественно у нас вот такая штука вот такой вид он открывается очень круто в моем понимании по крайней мере здесь правда что-то навалено здесь тем наверно чтобы был дождь убирали все вот что еще по этому поводу сказать сразу чувствуется после лас-вегаса конечно сырость я к сырости может давайте так скажем я с к сырости не привык или от сырости отвык вот если брошенная футболка в лас-вегасе не помнется вообще то здесь вчера моя брошенная футболка говорится на край стула вдруг почему-то приняла очень странный очень и очень мятый вид это раз второе ну наверное что еще 2 я прямо вижу что везде какая-то плесень это как говорится из таких вот ну может быть это не то что в недостаток или еще чем то что я просто вижу да вот хотя поверьте мне в калифорнии вот таких местечек очень даже хватает и они практически даже подобные и вот такого же уровня комнатка таком же как сказать мотельчики или как правильнее сказать будет стоить но в калифорнии это будет стоить где-то долларов 300 минимум наверное в сезон плюс-минус конечно не сезон тоже плюс-минус ну примерно так а значит а здесь я пока заселился значит за трешку хотя я так понимаю за три тысячи рублей то есть сколько это три тысячи рублей но если грубо выражаясь 40 долларов да там 40 чем-то а вот и опять таки я не сравниваю цены это вообще глупо всегда делать сравнивать цены по крайней мере я считаю что это вполне доступно почти для всех жителей так скажем россии и вообще и нисколько в общем то не уступает ну не знаю вот той калифорнии которые много бредят честно вам говорю вот число ведуха шикарная прохладненько правда уже народ спал я так вообще понял что это идеальное время для приезда потому что когда здесь бы толпилась кучу народу наверно мне бы не очень понравилось а сейчас просто ой шик вот надо бы еще кому-нибудь доколупаться и чего не поспрашивать ну и все доколупаться вот такая штука так а это как вы понимаете или как я понимаю так скажем задний вид этой террасы тут даже есть мангал при желании видать можно пожарить шашлыки мангале конечно бычки всякая фигня вот это вот конечно блин ну меня не пугает но сука раздражает как-то вот но по культуре не же можно было ее мое не знаю вот как тут у нас немножко все таки еще у народа культуры маловато и не знаю штрафовать надо а мне кажется вообще надо просто бить блин как-то быстрее будет можешь штрафовать но это будет дольше увеличиваем штрафы еще чего-нибудь просто не знаю вот вспоминая армию там как-то вот деды быстро все объясняли вы до всех доходило моментально вот интересное конечно этот как сказать вид он но честно говорю вот это вот я так понимаю жилой район ну блин он ну сказать что он там гораздо хуже или там гораздо лучше не хочу сравнивать но это вполне достойно вот это в калифорнии особенно по сан-франциско вы еще и то что похуже по ужаснее можно найти не то что можно найти районы но вот среднем вот так вот если мы берем такой вот средний давид тут я так понимаю это здесь люди ну скажем не очень зажиточные хотя тогда догадываешься наверно у дорого какой-нибудь домик здесь стоит но поверьте мне в калифорнии сарае стоит тоже очень очень дорого а если взять какой-нибудь там ну не знаю коронада айланд то вот именно вот такого плана сарай будет стоить ну не знаю миллионы миллионов 5 чтобы вы понимали так что здесь наверное это тоже миллионов 5 но рублей не знаю позже расскажу еще раз подчеркиваю и говорю это мое вот именно первое впечатление я уверен я грубо уже еще в сочи меньше чем день то есть ночь вот проснулся утро это мое первое впечатление вот поэтому это она явно наверно не объективная но просто хочется почему-то поделиться вот такая штука не ну круто и богу да бросается в глаза ну скажем вот такие вещи все якобы из мрамора туда все и хлобысь все поотваливалась и она как почему-то не делается ну наверно наверно дорого или я не знаю чё но это же все таки нет путина зависит е-мое ребят это зависит от людей немножко удивляет местный автопром в том плане что я с дальнего востока сам да хотя живу в лас-вегасе у нас как-то вот не увидишь три подряд скажем жигули или что такое теперь у короче на одном написано лада на другом написано лада и на третье написано лада самара ну короче я я ничего опять-таки не что не хочу сказать просто вот подмечаю просто отмечают то что вот знаете как чуча чу вижу то пою вот у меня примерно так сейчас и как я еще раз говорю это мое первое утро в сочи я решил пройтись до какого-то местного рынка и по моему я уже даже заблудился здесь даже ходит электричка судя по звуку а где я хожу я не знаю какой-то мост какая-то штука непонятная так ну что вы понимали это я пошел куда-то вот так скажем местный даунтаун а кстати нахожусь я вместе все вспоминал вспоминал куда я попал сочи это называется лоу такой городишко ну кто знает тот наверно поймет кто не знает но можете посмотреть вот как-то даже странно никого утром или все спят я понимаю в питере там все до 10 спят а здесь то чё так ну вот еще один местный так скажем райончик или микро райончик где сдаются комнаты двух-трех-четырех местные где даже есть киоск экскурсии так почему-то он закрыта чуть не пойму учел же ну да середина сентября ну не середина ладно 20 число и чё все все вымерло а чё тут будет тогда зимой вообще конечно странная архитектура хотя конечно я их понимаю на маленькой площади надо настроить как можно больше номеров и потом их сдавать летом ну да интересная табличка сдаются номера с эконом удобствами это как вот ним просто серьезно вот как это я не докапываясь просто мне интересно эконом удобства это как писать можно как от нельзя или вот я так рассуждаю знаете я когда-то особенно когда мотался по америке вот и вот едешь между штатами и какие-нибудь странные тоже деревушки гораздо поверьте мне похуже чего вообще вы можете себе представить ну и какой-нибудь мотель в этом мотеле допустим тоже какая-нибудь реклама и всегда такая была написана клин румс допустим то рина и на рифаев то есть но чистые комнаты 39 95 я все время подбивала поиздеваться над этим и как-то мы в общем-то с другом ехали долго и нарвались именно на тот мотель который в общем то вот именно с такой вывеской и самое интересное что находился он тоже как между штатами вдруг у меня тоже оказался с юмором и мы пришли начали ну требовать так хорошо если 39 долларов чистая комната то сколько будет стоять грязная нам нужна грязная на на вас очень долго смотрели подозрительно ни разу не засмеялись ни разу не улыбнулись в общем с юмором как-то в американские плохо здесь кстати тоже как-то агрессивно относятся посмотрим что дальше будет вот еще один местный представитель какой-то недружелюбный тоже отворачивается кс-кс кири кири не по-английски не по-русски что ты как-то я не нравлюсь данному представителю что не так вам что не так понаехали да очень удивляет честно говоря узкие улицы улицы хотя не очень если кстати поехать на голливудские горы то вы там тоже такое увидите вот такое не увидите собака ты сама что ли сушки копеется самостоятельные собаки меня конечно вообще вывалят на повал алё а его целенаправленно куда-то идет за хлебом что ли или за мясом если кто-то из вас когда не попадет на ту же гору где вы помните вот эта надпись холливуд то поверьте мне там тоже будут такие узкие улицы но заборы будут правда не такие у нас как-то любят заборы ставить чтобы нафиг огородиться там заборы конечно явно поменьше но опять-таки у звезд заборы явно побольше потому что они не хотят никакого так скажем внимание лишнего вот ну в принципе вот честно слово очень даже похоже но архитектурка конечно другая опять-таки заметьте здесь все-таки строят у нас более-менее из каких-то блоков кирпича бетона то в голливуде данное строение было бы чисто как у нас говорят фрейминг стака то есть это чисто корпус но в смысле каркас и который стоит на залитом бетоне и обшиты естественно с одной стороны фанеры с другой стороны гипсокартоном поэтому как бы тут опять таки как я и говорил нельзя сравнивать я просто говорю о своих ну как скажем ощущениях от увиденного ни больше ни меньше ничего не сравниваю интересно интересно ну и ну советский автопром прямо здесь очень популярен я не значит верят чего не то чтобы я против что вы такой газон я бы с удовольствием сам себе в лас-вегасе купил ну плотность конечно застройки но не то что удивляет но очень подчеркивает но еще раз хочу сказать что плотность застройки конечно да она не удивляет меня это плотные застройки как я говорил вам ближе к морю особенно калифорния сан-диего да и другие прибрежные города в той же америки они тоже самое вот абсолютно так я бы сказал даже здесь у кого-то наверно человека гораздо круче по крайней мере такой железный железные ворота в калифорнии это дорого да и никто себе наверно вряд ли позволит они будет может быть железные но не совсем кованая вот прикольно очень даже прикольно улица жигулевская нормально 5 советский автопром я говорю то есть не надо цепляться что мне там что-то раздражает советский автопром или еще чего-нибудь не просто ну поймите правильно я с владивостока у нас там действительно редко можно увидеть ну так скажем советскую или российскую машину а вот внимание я нашел то родное о котором мы с вами уже говорили это кактус который в принципе можно есть чего они его не едят то надо будет прийти вечерком сожрать не на серьезно смотрите растет себе никто его не ест зажрались блин тоже мне все им кто-то виноват ну что интересно сказать оказывается здесь есть еще и вещевой рынок как это я на прочитал вещевой рынок причем тут чип тире шашлычная приходится честно говоря знаете чем больше всего поражает нет напоминает китайские рынки но опять-таки подчеркиваю что я с дальнего востока у нас же сами понимаете там всяких китайских лавочек которые продают ну всякую такую фигню шмурдяк грубо выражаясь здесь этого тоже куча так идем по ну ладно сострю по российской дороге промежуточной кстати не надо думать что в америке таких дорог нет нормально все я вижу просто овощи и фрукты мне просто очень интересно цены снимать наверно не дадут какие-то тут они набрасываются сразу ну как я и думал подойдя ближе на меня сразу вытаращили с недобрым взглядом поэтому я сейчас лучше расскажу чуть как говорится такое послесловие она состоит из такого наблюдения персики 300 рублей килограмм вы знаете я так пересчитываю ну грубо уже получается 4 доллара в лас-вегасе персики дешевле ну блин ну в полтора раза дешевле что-то для меня это сюрприз я понимаю что для туристов то все в лас-вегас тоже туристический город нифига себе попадалово куча всяких специй с абхазии наверно это популярно о супермаркет ну ладно не могу не поделиться наблюдением лорд магазин мужской одежды вот и богу вот так вот вот чё правда да вот прям лорд по-другому нельзя было до капец а я так понимаю рядом должен быть магазин какой-нибудь женской одежды типа графиня да понты это конечно у нас это у нас я не знаю в чем в крови или в чем а вот еще одно наблюдение девушка пытается ловить ну не знаю такси или кого-нибудь я даже не знаю что такое бывает но прикол с которым я хочу поделиться я иду в этой вдоль вдоль дороги ну не знаю уже иду иду оказывается это как его здесь вообще переходов нигде не нарисовано переходи где хочешь я так понял или я чуть не понял ладно попробую перебежать ну сами понимаете светало от слова вот от слова по вылазили вообще-то честно говоря я себе чуть другой контингент представлял сочи валяющиеся на пляже но с другой стороны так как я сам не пионер наверное я здесь даже буду и ничего опять советский автопром проехал и интересно прям интересует почему красота ну вот так скажем утренняя чашка чая я наконец-то нашел кого можно попросить где хотя бы можно заварить но нормальный чай потому что пройдясь до какого-то ну я не знаю как сказать кофе если это можно так назвать где какие-то люди почему-то с очень так скажем настороженным взглядом когда у них попросил кофе желательно хотя бы американо или капучино на меня взглянули так что я понял что надо соглашаться с тем кофем которая есть вот когда мне дали в стаканчики непонятно там как бы вроде бы неплохое кофе но как-то так странно шмяк и когда я попросил второй стаканчик я понял что зря я попросил второй стаканчик взгляд был как будто я попросил ключи от квартиры где деньги лежат ну вот как-то так вот но а пока месь как месь пипса нравится но вот разрешите вас познакомить с местным жителем который явно местный это богомол прикольный такой знаете по сравнению с американскими богомолами но по крайней мере нашими невадовскими это какой-то жирный наверное чебуреки еще есть не знаю прям вообще такой жирный жирный он шевелится здорово хаю дуэн такой вот приколючий так быстренько и пояснение это бродвей города лоу добавки что-то откручивают чё не откручивают почтовый ящик наверно ломает вход запрещен но наших женщин не остановишься все правильно вы не подскажете где киоск союз печать а понятно ладно да я шучу просто нормально все а то точно послали так народу никого нет за день до выборов или за два за день до выборов вдруг исчезли в народ все готовятся к выборам я так понял ничего не открыто шоу-бар маскарад тоже закрыт а кстати вот здесь выборы в на офигенно было бы провести и название офигенное вот можно было бы даже какие-нибудь конкурсы устраивать типа один депутата или раздень очень даже ничего ку-ку нет народа и купание запрещено так здесь она зарисовывает чего-то могут и морду разрисовать я уже понял чисто по взгляду по взгляду местного населения разрисовывают хотят разрисовать морду на разрисовывают фигурки я понял тир тир тоже закрыта так хотелось стрельнуть тигр в глаз об она ну как то так это об она призовой фонд так нам жителям невады и ориентации призывая стрельба 150 рублей гарантированный пристреба без приза 50 рублей 21 патрон 21 патрон какой 9 миллиметровый или 762 не сказано это плохо собаки спят ну чё можно сказать о жизни в сочи вот такая вот она жизнь в сочи реально разбудили тебя ну извини это не я местные жители против вот такие мальчики и девочки сентябрь сочи прикольно пляж кому принадлежит непонятно какие-то шезлонги а 150 рублей за то чтобы взять шезлонг это 2 доллара ну чё могу сказать ничего пока не могу сказать так небольшая риэлторская экскурсия значит чтобы было понятно это чё у нас а это море я забыл это море черное сочи лолом и вот прямо вот тут в этом месте значит вот тут можно положить кого-нибудь здесь здесь лучше труп положить потому что чтобы он как раз разделял так еще одна кровать и того кто спал на моей кровати кто ел из моей чашки понятно а тут еще можно спать а не тут можно есть что есть выключать листья выключатель и сколько такое стоит девушка вот такие девушка чайник но все нормально понятно ну как бы даже очень даже и ничего опять таки как я говорю в моих понятиях мерках сан-диего или там калифорнии но во первых такого конечно не будет здесь можно было стать еще и двухъярусные кровати поставить что-то как-то тут не доглядела руководство если двухъярусные кровати тогда можно было бы уже 8 человек туда заселить я так думаю в принципе честный стол длинный ну-ка я померяю но если человек где-то метр семьдесят метр шестьдесят пять нормально туда можно утюг под голову и принципе чё ничего не спать здорово влажность вот честно вот одно вот прямо сразу чем не бросается в глаза его ощущения это влажность сколько стоит такой номер 4 500 в сезон или 4 500 сейчас а купить то есть это такой номер купить четыре с половиной миллиона да а если арендовать его летом 6 в сутки понятно а если зимой ну так новый год встретить вот туда елочку поставить трешечка да понятно а сколько елка стоит понятно не знают эти длин жители этого как его с очень не знаю сколько елка стоит фигня какая-то число ну да прикольно вот такой вот сюрприз сочи черное море дождь наверное это я с питера привез ну серьезный дождь что ли прям аж упасит хотя на горизонте видно проблески может ветер и перей встанет даже как-то этом я так понял мне надо наваливать уже говорится с этого места где я живу около самого моря куда-нибудь в центр скорее всего это завтра и сделаю будем знакомиться непосредственно так скажем самим городом его инфраструктурой на сегодня пока все ну вот еще одно это какое у меня уже третье утро или четвертое оба сбился счет со счету не ну действительно классно здесь вот в общем очередное утро в сочи я сегодня честно говоря буду покидать это место потому что а где остановился я остановился в таком месте как лоу ну кто был в сочи знает вот умудрился заселиться прямо на берегу океана это так скажем я уже говорил наша веранда на которой можно делать утреннюю зарядку кстати надо сейчас ее сделать по планам переехать в центр вроде бы я договорился там с квартирой но об этом чуть попозже потому что странно договорился но об этом и горючить попозже ну а пока месь пока месь вот такое вот утро честно говоря классно обалденно вот как я уже говорил в принципе абсолютно подобнейший отдых вас может ждать в калифорнии но гораздо дороже хотя опять таки как я уже тоже говорил цены в сочи очень кусаются особенно грубо выражаясь на почему-то продукты и особенно фрукты вот это меня вообще поразило просто я не понимаю как персики могут стоить 300 рублей на сегодняшний день и я не понимаю как соответственно остальные продну продукты и фрукты но практически стоят в два в три раза дороже чем в америке но бывает вот такая штука ладно пока не поздно она сделает зарядку теперь надо потянуться и глубоко подышать ноги поставьте на ширину плеч руки согните перед грудью пальцы соприкасаются локти в стороны сжимая пальцы в кулаки разогните руки в стороны потяните вздохните раз-два разжимая пальцы согните руки перед грудью выдохните три четыре делаем раз-два упираясь в колено встаньте приставьте ногу и поднимите руки вверх три четыре проделайте тоже опускаясь на правое колено одновременно поднимите левую ногу вперед постарайтесь носком коснуться правой ладони делаем раз опустите новые руки два теперь отводя правую руку назад и поднимая левую вперед коснитесь носком правой ноги левой ладони еще одно такое интересное наблюдение ну я не знаю с детства люблю лазить по крышам вот тоже здесь залез на крышу ну как бы там вид там туда сё там всякая такая ерунда я заметил везде вот это вот какая-то мания антенн такое ощущение что они тут смотрят какие-то контрреволюционные программы наверное фрг ловит вот куда ни залезть на крышу везде везде какие-то очень подозрительные антенны направленные причем вдоль моря надо сообщить в этот госдеп наверняка им понравится информация ну что пора собирать чемодан жалко конечно покидать этот балкончик с одной стороны но надо двигаться надо ехать дальше спасибо этому дому переходим к другому как я и говорил я передвигаюсь скажем с этого места чуть-чуть побалдев на море после пустыни после Невады это наверное стоило теперь двигаемся в центр Сочи ну типа надо раз-два-три раз-два-три ну сразу по горячим следам буквально вот только что 10 минут назад заселился вот в этот вот вот в этот вот апартмент или квартиру как хотите так и назовите вот такой вот у меня видок здесь совсем не на помойку чего тут только нет да фига всего ничего еще не понял сейчас буду не знаю какой-нибудь народ искать хотя бы спрашивать где здесь что на данный момент честно говоря что таксиста что так скажем пару прохожих уже убил своим вопросом вопрос у меня был не политический совсем но я пытался найти военторг ну надо мне надо мне просто вот хотел бляпу купить от солдатского ремня ну вот как бы ну так прикол у меня тут своеобразный на меня все вытаращились как бы я так понимаю все спрашивают одно и то же где рынок где пляж а тут какой-то дебил приезжает с этого самого с Лас-Вегаса где военторг в Сочи и у всех глаза квадратные ну че вот так извините так было ладно чуть похоже расскажу все остальное пойду устраиваться на все не все то должно что не на на